Детективы. Угонщик по неволе. День был дурацкий. Всё валилось из рук. Кругом были одни нестыковки. Да и погода не радовала. Лил противный дождь. Промокший усталый, я собирался пообедать. Но лихо не лежит тихо. Полиция! Эй, полиция! Давай живи! Товарищ старший сержант, я ворюгу задержал. Мою машину угнать хотел. Сволочь. Что ты мельщешь? Меня хозяин попросил отогнать. Да я хозяин! Я хозяин! Выхожу, машины нет. Ну хорошо бабка одна заметила, в какую сторону угнали. Я угнал? А кто же ещё? Так тихо, тихо, граждане, разберёмся. Документы есть? И на машину давайте тоже. Так, Коробков, Георгий Михайлович, понятно, ваши. Пожалуйста. Рогожин Николай Юрьевич, понятно. Слушайте, я ничего не угонял. Я просто хотел помочь человеку. Слушайте, ну отпустите, а я на работу опаздываю и так уже. Так, стоять, гражданин. Считайте, что у вас сегодня будет выходной. Сейчас садишься с нами в машину, едем в отделение. Вы тоже с нами. Откатаем пальцы и разберёмся там. Простите, а что случилось-то? Так, отойдите, гражданин. Задержали угонщика. В этом микрорайоне постоянно угоняют машину. Вот от этого магазина на прошлой неделе угнали иномарку. Небось, твоя работа? Чего вы огородите, а? Ничего я не угонял. Я хотел помочь человеку. Ну, да это подстава. Чистая подстава. Слышь? Помоги, машина не заводится. Полчаса уже. Дружище, прости, я троплюсь. Погоди, ты машину вводишь? Вожу. Ну, давай, сядь за руль. Ну, минутное дело. Давай, садись, а я потолкну. Давай. Взяли? Толкани ещё разок. Вот и всё. Потом вот этот подскочил. Вы приехали. Если всё, что вы говорите, правда, я смогу вам помочь. Я сейчас интуитив, моя фамилия Насонов. Ох, много обещаешь, начальник. А ну-ка в машину со мной. Я прошу вас, помогите, пожалуйста, если можете. Сначала проверь, а потом верь. Репутация моего клиента была явно подпорчена. В полиции много что стало известно. Спасибо, что вытащили. А то я думал, вообще закроют без разговоров. Ну, с вашей судью ему всё это не мудрено. Получается, вы угонщик-то со стажем? Было дело. Давно ещё студентом по пьяни и до первого столба только доехал. На три года осудили, а теперь вот рады. Любой угон на меня сразу повесит. Ну, если б не вы. Да это ещё только начало. Ещё доказывать вашу невиновность придётся. Подбросить вас домой? Спасибо, но если можно, доработаю. То у меня шеф Плетнёв уж строгий. Без дела придирается. А если что, серьёзное? Ну, поехали. Попробую отмазать. Спасибо вам. На работе, похоже, уже всё знали. Поэтому разговор с начальником долгим не получился. Подвёл ты нас, Николай Юрьевич. Серьёзно подвёл. Понимаю. Нет, экономисты, конечно, хорошие, но... Ты меня пойми. Репутация фирмы превыше всего. Ну, а мне что делать теперь? А сам не догадываешься? Бери ручку, бумагу и пиши заявление по-собственному. Это всё, что я могу для тебя сделать. Да совести у вас нету. Ксю, успокойтесь, не надо. А совести заговорил? А у тебя она есть? Я его на помойке подобрал, поверил ему. Пошёл вон отсюда. И чтобы заявление было у меня сегодня на столе. Иначе я устрою так, что тебе ещё срок за хулиганство впаяют. Понял? Понял. Я проводил расстроенного клиента до дома. Заодно и посмотрел, как он живёт. Да, жёсткий у вас начальник. Гад он. Репутация фирмы его волнует. Жизнь человека не волнует? Я, между прочим, жениться собирался. Это дело об угоне не помешает же вам жениться. Если бы. Вы бы знали, сколько мне сил стоило добиться, что она поверила, что люблю её, что жить честно хочу. Но если она вас любит, то и сейчас поверит. Вы её не знаете. Я же ей слово дал, пообещал, что закон не нарушил. Марина. Я всё знаю, Рогожин. Это правда? Нет, слушай, это ошибка. Недоразумение. Ты же мне клялся. Ты мне слово давал. Не ты ли решил купить новую машину перед свадьбой, а? Денег не хватило. Решил украсть. Думал, с рук сойдёт. Извините, а может быть сначала лучше разобраться? Вы кто? А я частный детектив. Я не понимаю, при чём здесь детектив? Вы что, его арестовали? Нет, напротив. Я вот верю Николаю Юрьевичу и хочу ему помочь. Ах, понятно. Сам ты оправдаться не можешь, да? Марин, ну хватит чушь нести. Хватит нести чушь, хорошо. Вот ключи от квартиры. Прощай. Марин, ну постой. Вот, всё. Я решил поговорить с владельцем якобы угнанной машины Георгием Коробковым, чтобы узнать детали утреннего происшествия. Защищать взялись, что ли? Я хочу настоящего преступника найти. А что искать-то? Нашли уже. Знаете, какая странная вещь? На магазине стоит камера наружного наблюдения. С неё отлично просматривается автостоянка. И чё? Ну, вы сказали, что вы подъехали к магазину полдевятого утра. Так вот, мы посмотрели все записи этой камеры с восьми и до девяти утра. Мы видели, как вы входите в магазин. Мы видели, как вы выходите из магазина. Но вот вашу машину на стоянке мы не увидели. Конечно. Стоянка-то плотная, старая разоряться. А где же вы машинку поставили? Да вон, у дома. Метр пятьдесят от магазина. Оттуда её этот гадёныши угнал. Странно, что полиция так и не нашла ни одного свидетеля угона. А я говорю, бабка видела. Она сказала, в ту сторону машину увели. Конечно, где теперь эту старуху найдёшь? Я имени, адреса не спрашивал, у неё до того было. Но дом-то большой, может, ещё кто-то видел. Надо свидетелей будет поискать. Ну, вам надо, вы ищите. Спасибо. Правильно говорят. Никогда не знаешь, где найдёшь, где потеряешь. Иногда современные планшеты не только нужны для игры всякой чепухи, но и могут стать источником информации. Рядом с местом преступления я увидел местных дворовых детей. Потом! Пока, пока! Потом! Пока, пап! Я дал задание своим помощникам, Егору и Наташе, пообщаться с детьми из двора, где Коробков оставлял машину. А нас снимешь? Мы вроде фотогеничные. Мне мама не разрешает с незнакомыми разговаривать. И правильно делает. Но с нами можно, потому что мы помощники частного детектива. Тебя как зовут? Паша Кольцов. А у вас пистолет есть? Нет, нам не положено. Мы головой думаем. А ты в этом дворе часто гуляешь? Да. А сегодня с утра тоже гулял? Ну да. У меня вчера день рождения был. Мне папа с мамой такую классную мобилу вчера подарили. Там камера офигенная. Разрешение, как у настоящего цифровика. Вот я и играл в попарацию. Это как? Ну, это значит, что я снимал всех, но чтоб меня не видели. А вот у тебя на камере блютуз-то есть? Конечно. Так вот давай ты по этому блютузу мне сейчас перекинешь видео, которое с утра на снимал. Хорошо? Зачем вам? Ну, дело в том, что я тоже видео снимаю и хочу у тебя поучиться. Врёте? Ну, ладно. Давай, погнали. Из того видео, что помощники привезли в офис, было мало полезного. В основном всякое видео дребедение. Да, папарацци из нашего мальчишки неважный. Изображение-то дёргается. Хватит критиковать. Это наш единственный свидетель. Между прочим, моменты он подлавливает удачно. Давай дальше, пока интересно. Это всё равно ничего нет. Да, мы уже 18 роликов просмотрели. Осталось всего два. Так, стоп. Смотри. Коробков. Владелец угонной машины. Так, а с ним кто? Запускай, звук погромче сделай. На видео потерпевший Коробков разговаривал с каким-то незнакомцем. Ну, всё тип-топ. Поставил где-то, говорились. Молодец. Ну, дальше я сам. Остальное по плану. Куда я пошёл? Давай. Интересно, о чём это они? Вы обратите внимание на время. Запись сделана в 8.53. А Коробков уверяет, что в это время он был у магазина. Смотри, здесь продолжение. Вот он подходит к машине, открывает, садится, уезжает. Конец фильма. Интересная запись. Может, покажем Коробкову, посмотрим, как он отреагирует. Сначала я клиенту покажу. Итак, Николая Рогожина обвинили в угоне машины гражданина Коробкова. Это преступление грозило ему потерей работы и любимой девушки. Однако ситуация выглядела подстроенной. По моим предположениям, владелец машины пытался таким образом развести Николая на деньги. Я приехал на квартиру к подозреваемому Рогожину и показал видео с Коробковым и незнакомцем. Ну вот он, мужик, который меня просил помочь. Это точно? Сто процентов. А машина? Та самая. Ну, значит, и машина Коробкова. Ну что, ситуация проясняется. Ну что это значит? Это значит, что Коробков в сговоре с настоящим угонщиком. То есть и угона-то никакого не было. Так, комбинация. А смысл? Смысл выжить с вас деньги. Коробков специально оставляет машину там, где ее не видит камера наблюдения. Его сообщник эту машину как бы угоняет. А потом вешивает преступление на постороннего человека. То есть меня? Угу. Потом Коробков приходит к вам и предлагает договориться. Но за определенные деньги забрать заявление из полиции. Это все. Нет, ну, пока же мне никто ничего не предлагал. Но это пока ждут, пока вы перенервничаете. Ну, начнете впадать в отчаяние. Я не стал ждать, пока Коробков выйдет на связь. И решил сделать ход первым. Здравствуйте. Опять вы ко мне? Хочу вам показать. Смотрите, какой интересный портрет на фоне пейзажа. Только никак не могу разобрать, что это за джентльмен рядом с вами, а? А вам какое дело? Знакомый мой. Знакомый. Понятно. А, кстати, на записи очень хорошо слышно, как вы с ним сговариваетесь. И еще хотел вас спросить. Вы когда заявление об угоне писали, вас предупредили об ответственности по статье 306 Уголовного кодекса? Заведомо ложный донос. Да я же просто... Да не просто. Рассказывайте давайте. Да. Я машину продать хочу. Вот эту самую. Дал объявление. Вдруг появляется этот мужик. Цену предлагает и с надбавкой. Хорошая надбавка? Приличная. И за ерунду. Его родственник хотел приятеля разыграть. Типа повесить на него угон автомобиля, подождать, чтобы он как следует. Ну, потом признаться. И вы-то в эту ерунду поверили, да? Отчего? Экстремальное развлечение. Ага, но деньги-то он вам заплатил? Авансом половину суммы отвалил. Наличными, без всяких документов. Потом, говорит, оформленным. А как зовут этого покупателя? Он координацию свои оставил? Да, зовут Женя. Фамилии не знаю, честное слово. Говорю же, потом договорились оформлять. Значит, вы будете ждать свой обещанный бонус от Жени, да? Как только он вам позвонит, сразу поставьте мне его известность. Понятно, нет? Да, да, конечно. Да, и больше никому ни слова. С Женей ведите себя так, как будто ничего не произошло. Ну, просто вы хотите денег. Иначе я просто не могу гарантировать вашу безопасность. Эти люди опасны. Мои слова произвели сильное впечатление на Коробкова. Я позвонил Наташе, чтобы решить, как действовать дальше. Вы его не слишком запугали? Да нет, я думаю, в самый раз. Зато теперь понятно, что все происходящее – это подстава Рогожина. И кто подставил кролика Рогожина? Ну, пока не ясно, кто и зачем. Значит, ищем таинственного Женю. А у нас есть только не очень качественная видеозапись. Но Рогожин сказал, что Женю он до этого не встречал. Я думаю, что Женя – это просто исполнитель. Значит, есть заказчик? Ну, я думаю, что есть. Заказчик должен очень хорошо знать Рогожина. Поеду-ка я съезжу к Монаховой, это невеста Николая. Я показал Монаховой, невесте Рогожина, видео, которое достали мои помощники. Остальное по плану. Куда я пошел? Давай. Колю действительно подставили? Господи, какая же я дура. А я думала, что он меня обманывает. Так вы не любите его? Я люблю. Я уже пожалела об этой сцене с ключами. Но меня действительно убедили в том, что он виноват. Кто убедил? Его начальник Плетнев. Плетнев. Как интересно. Так вы что, с ним общаетесь? Да нет, не то чтобы… Вы, конечно, извините, но вы сейчас что-то не договариваете. Хорошо, я вам расскажу, но обещайте, что вы ничего не расскажете Коле. Ну, как я вам могу это обещать, если не знаю, что вы мне сейчас расскажете? Плетнев за мной ухаживает. И это началось недавно. У Коли на работе устроили корпоратив. И пригласили всех с женами. И Коля взял меня. Все было весело. Мы немного выпили. А потом Плетнев пригласил показать свой кабинет. А это, Мариночка, святая святых, так сказать, центр управления всей нашей компанией. Уютно у вас тут. Уютно? А подчиненным не нравится, когда их сюда вызывают. Боятся. Значит, уважают. Значит, вы такой страшный? Да. С подчиненными – да. Их надо в кулаке держать. Вот так вот. А Коля моему тоже от вас достается? А Рогожину-то ему редко. Он у нас на удивление исполнительный сотрудник. Но честно скажу вам, Мариночка, не паром вам. Вы вся такая прекрасная, вся такая воздушная. Вам нужен совсем другой мужчина. Что вы делаете? Что? Я таким образом выражаю свои симпатики к вам. Не обижайтесь, Мариночка. Вы ведь не обиделись, да? Мариин, вот ты где. В коридорах наших заблудилась. Захар Васильевич, ни от чего не отвлек вас? Нет, я просто показывал вашей невесте свой кабинет. Коль, я хочу домой. Идем. Ну, Коля-то вас понял. Вы же все ему объяснили? Может, и понял, но вопросов он не задавал. А я ему ничего объяснять не стала. Ну, почему же вы не стали объяснять? Ведь, если я правильно понимаю, свои домогательства Плетнев продолжил. Ну, вы не знаете Колю. Если бы он узнал правду, он бы размазал этого Плетнева по стенке. Тогда бы в работе точно пришел конец. Ну, работу-то в школе уже потерял. Господи, какой ужас. Я же не давала поводов. Плетнев звонил мне. Назначал свидание. Я отказывалась. Я думала, что ему это надоест, и он исчезнет. Видимо, не надоело. Здравствуйте. Извините. Да. Женя позвонил, да? Прекрасный. Что? Назначил встречу. А где? В Центральном парке. Замечательно. Идите на встречу, и, пожалуйста, помните все, о чем мы с вами договорились. Да, соглашайтесь на все его условия. На связи. До встречи. Извините меня, надо бежать. Мне нужно увидеть Колю. Я хочу извиниться. Сейчас вот это делать не стоит. Это в Кольных же интересах. А чуть попозже я вам сам позвоню. Хорошо? Алло, Егор. Придется тебе поработать. Коробков позвонил. У него встреча с Женей. Слушаюсь, Алексей Викторович. Давай в Центральный парк. Они там встречаются. Послушай, о чем они будут говорить. Еще лучше, если сделаешь запись. Потом проводи Женю. Попробуй выяснить, где он живет. Давай, действуй. Физиономия Жени у тебя на видео есть. Слушай, браток, может, хватит уже? Надо сходить в полицию и сказать, что никакого угона не было. Слушай, ты это прекрати. Сейчас самое веселье начинается. Смотри, заказчик попросил добавить напряжение. Какого еще напряжения? Скажешь, в тачке были деньги. Ну, мол, ты выскочил в магазин из машины с мелочью в кармане, когда в магазин пошел. А деньги оставил в бардачке в машине. Когда машину угнали, про деньги сразу не вспомнил. А теперь вспомнил. Да, скажешь, что, не знаю, там было 50 штук. Ну, что? Да ладно, ну, что ты, ну, не волнуйся. Это же розыгрыш, а? Мы сейчас его немножко помучим и все расскажем. Ну, что ты, не нравится мне все. Хватит, а? Ну, не дрейфь, старик. Потерпи чуть-чуть. Может, чтобы тебе повеселее терпелось. Остальное получишь после, как условились. Спасибо. Хорошо? Все, ну, этот, смотри, не проболтайся. Ну, сам понимаешь. Все? Итак, Николая Рогожина обвинили в угоне автомашины гражданина Коробкова. Рогожин уже был ранее судим за угон. Однако я выяснил, что угон был подстроен владельцем машины и неким Евгением Кашиным, который в парке передавал Коробкову деньги. По моему заданию помощники Егора и Наташа проследили за Евгением до его дома, поговорили с соседями и вернулись в офис с очень важной информацией. Соседка сильно любопытная, все про всех знает. Парня зовут Евгений Кашин. Пробить его по базам? Давай, попробуй. В городе он недавно снимает квартиру на улице Армейская. Соседка про него говорит деловой. Целыми днями шесть туда, шесть обратно. Ну, при деньгах. Так, ну, в полицейских базах его нет, но есть страничка в социальной сети. Суть по фотографиям МОН. Информации тут немного. Посмотришь, там еще есть интересное. Да. Смотрите, у него в родственниках Захар Плетнев. Я показал клиенту видео, которое мои помощники сняли в парке. Ты не терпелась? Держи. Остальное получишь, как условились. Да? Гады. Еще и деньги на меня хотят повесить. Ну да. Похоже, серьезно за вас взялись. Но мы время тоже зря не теряли. Мы узнали личность этого второго человека. Это господин Кашин. Двоюрный брат вашего начальника Плетнева. Плетнева, значит? Может, ему видеозапись-то показать? Да нет, давайте мы по-другому поступим. Для реализации моего плана я сначала поехал к Марине Монаховой, невесте Рогожина. Необходимо, чтобы вы позвонили Плетневу и назначили ему свидание. Свидание? Более того, его нужно пригласить сюда. Скажите ему, что Рогожин преступник, что он вам надоел. Ну, в общем, придумайте что-нибудь. Плетнева сюда? Угу. Вы же хотите помочь Николаю? Да. А нам нужно получить от Плетнева признание. В рабочем кабинете это сделать не получится. А в домашней обстановке он размякнет. Угу. Хорошо. Но только если вы будете рядом. Конечно. Я даже установлю у вас скрытую камеру. Вот сюда. А если что-нибудь пойдет не так, то мы сразу мешаемся. Мы проверили, Плетнев сейчас в офисе, нам никто не помешает. А почему он тогда остановился на съемной квартире, а не у брата? Для конспирации. Плетнев, судя по всему, задумал эту операцию против вас давно. А Кашина у нее отводилась важная роль. Только я вас очень прошу. Главный наш козырь – это показания Кашина против Плетнева. Держите себя в руках, ладно? И вместе с Рогожиным мы поехали на квартиру к Кашину. Чего надо? Сволочь! Тихо, тихо! Ты чего? Тихо, 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 тихо. Отвали, мужик. Что, вы знаете этого человека? Конечно, он меня просил машину помочь завести. Да ладно, я тебя впервые вижу вообще. У нас есть доказательство, что это вы заплатили деньги Крабкову, чтобы оговорить невиданного человека. Да? Да. Так, я и знал, а попадемся. Это не я, это Захарка все придумал. Совсем голову из-за этой бабы снесло. Рот закрой свой. Тихо, тихо, чего ты? Ну? Там, раз ты хотел ее отбить у него, а когда понял, что она вся такая принципиальная, решил тебя подставить. Кишка у нее тонка. Да, не ее подставил. Еще и опустил ниже плинтуса. И баба твоя поняла, что ты как был вором, так и остался. Я не вор, а ты... Шестерка. Разобравшись с Кашиным, оставалось написать ответ в этом уравнении с кучей неизвестных. И мы поехали к дому инвестора Гожина, к Марины. Плетнев. Это же Плетнев. Спокойно, 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 спокойно. Смотрим вот сюда. Ну, вот, давно бы так. Стоило столько времени кочевряжиться. Это тебе. Это тоже, кстати, тебе, но... Я надеюсь, что мы вместе... Отметим. Что отметим? Как что? Я так понял, ты приняла мое предложение? Какое предложение? Вы мне пока ничего не предлагали. Слушай, ну не притворяйся, а. Ну, ты же не чай меня пригласил попить. И что вы мне можете предложить? Все. Все. Деньги. Машину. Одеваться будешь, как королева. Отдыхать поедем. Отели пять звезд. То есть вы хотите сделать из меня содержанку? Вы же женаты. Ой, я очень, очень женат. Но разве меня нельзя полюбить? М? Ну, ну. Или, может быть, твой уголовник лучше? Лучше. По крайней мере, не хочет меня купить. Послушай, ну не будь дурочкой. Ну, я твоего хахаля уже давным-давно в порошок стер. Дело на него завели, так что поедет он на лесоповал. Из гниен. Пусти меня! Подонок. Тихо, тихо, спокойно. У нас все под контролем. Алло, Егор, внимание, давай. Идем спокойно, ладно? Отпусти! Марин, ты в порядке? Тихо, тихо. Мы уже договорились без бородобоя. Откуда у вас черти-то принесли? Захар Васильевич, может, расскажете всем про свою гениальную комбинацию, а? О чем вы говорите? Я не имею никакого представления. Да вы что? А вот родственник ваш, Кашин, сейчас в полиции дает показания про ваш проект. Хозяину машины тоже не терпится закончиться этой грязной историей. А мы тоже подстраховались. Видите, он там, там камера стоит. А так и знал, что Женька сдаст слюнтяя, а? Коль, прости, пожалуйста, я должна была тебе верить. Прости, пожалуйста. Прости, пожалуйста.